Всем привет, с вами Ванделей. И все игроки в колду обожают зомби-режим. Это уже давно классика и неотъемлемая часть серии. Но когда зомби только появились, это было что-то невероятное и совсем нетипичное для Call of Duty. Несложно догадаться, что протолкнуть такую идею было непросто. И чтобы первый зомби-режим дошел до игроков, разрабы на чистом энтузиазме кранчили на выходных. Вот так 5 дней в неделю, иногда по 12 часов, ты работаешь над основной игрой. А в законные выходные создаешь зомби. Потому что это твоя идея, ты видишь в ней потенциал. А так как инициатива наказуема, то тебе и отдуваться. В общем, сегодня я хотел бы приоткрыть завесу тайны. И рассказать о всех тех героях, уперства и бессонные ночи которых положили начало легендарному зомби-режиму. Зомби-режим является самым популярным режимом наравне с мультиплеером. И до сих пор он играется прекрасно. Хотя нет, что-то пошло не так. Высокий пинг это вообще проблема многих игр. Но на такой случай есть Gear Up Booster. Это специальная программа для уменьшения пинга и стабилизации вашего соединения. Ведь никому не нравятся баги. Эта программа проста в использовании и надежна. Если задержки и скачки портят вам впечатление от игры, значит с этим нужно что-то делать. Узнали? Согласны? Вот если ваша катка выглядит как-то так, используйте Gear Up Booster. Который гарантирует стабильную работу сети в любое время. При подключении к любому серверу Северной Америки или Европы. Вам не нужно ничего настраивать. Всего один клик и ваша игра ускорена. Будь то новые Call of Duty или классические части. И конечно Gear Up полностью безопасен. Многие профессиональные спортсмены тоже используют Gear Up. Еще одна приятная особенность это функция нулевой потери пакетов. Так что не теряйте времени. Переходите в описание, скачивайте Gear Up Booster и проверяйте, насколько вам удастся понизить свой пинг. Какие секреты лежат behind these city walls? These are questions. We're gonna... Behind you! Look at me! Get off of them! Oh my god! Get off of them! Хотя зомби режим был неожиданностью для игроков, сами разработчики уже имели дело с проектом такой тематики. На E3 2004 Трейарк представили трейлер игры Dead Rush, в которой главный герой с амнезией проезжает на автомобиле окрестностей города, кишащего живыми мертвецами, и пытается разобраться в причинах апокалипсиса. Через пару месяцев после показа Dead Rush была отменена, и уже вскоре Трейарк взялась за серию Call of Duty. Одним из разработчиков, трудившихся над пятой частью, был Джесси Снайдер. Именно он, еще будучи в Grey Matter Interactive, добавил в Call of Duty 2 фронт пасхальное яйцо, прикрепляющее к немцам модельки унитазов. Эта необычная пасхалка была обнаружена только спустя много лет, и об ее истории на моем канале есть отдельное видео. А помните пасхальный Рейган, спрятанный во второй миссии Пятой Колды? Его тоже добавил именно Джесси Снайдер. Причем из-за этой пасхалки, когда она раскрылась, Джесси чуть не уволили. Я никогда не забуду тот день, когда Макс Портер пришел ко мне посреди хаоса и стресса, связанного с созданием зомби-режима. Он пришел с ридомоделью лучевого пистолета, с которым игрался по другим причинам, и решил, что это может быть классным дополнением. Он был таким же прекрасным, как и сейчас, знаковым. В общем, Рейган настолько понравился Джесси, что он добавил его и в Зомби, и в основную кампанию. И как вы думаете, чем было недовольно руководство? Скандал был из-за того, что в серьезную игру о второй мировой добавили элемент, превращающий миссию в фарс? Вовсе нет. О, это потому что они не знали, что аудио было одобрено. Руководители не были проинформированы о пасхальном яйце и решили, что мы ввели в игру несанкционированные диалоги, из-за которых кампания могла бы стать объектом судебных исков. Видимо, речь идет о вот этой билиберде, которая звучит во время активации пасхалки. И да, этот текст действительно был одобрен. Вот в этом видео я рассказывал, что звучащее аудио – это обработанное и прогнанное задом напериод фразы японца из другого сюжетного момента, который еще и вырезали. Так вот, именно этому человеку, Джесси Снайдеру, принадлежит и идея зомби-режима. Началось все с того, что для World at War руководители хотели иметь дополнительный контент, как это делали их коллеги, Infinity Ward. В четвертой части появился аркадный режим, да и уровень после титров тоже запомнился. Все это обогащало и расширяло игру. Итры яркие думали в этом же направлении. Передаем слово Джесси Снайдеру. В начале разработки Call of Duty World at War я и тогдашний ведущий дизайнер уровней Джейсон Маккорд пытались придумать крутые дополнения для игры. Например, в четвертой Call of Duty в самом конце был уровень самолетом, без которого Infinity Ward могли бы обойтись. В то время у нас не было запланировано ничего, кроме соревновательного кооператива, который был похож на аркадный режим в четвертой колде, только в кооперативе. Примечания, файлы от этого аркадного режима в релизе и правда есть. Например, звуковые эффекты. Читаем дальше. Нам пришла в голову идея создать финальную сцену в Call of Duty World at War, где вас поместят в бункер, из которого вы не сможете выйти. Справа от вас будет немецкий офицер, кричащий, чтобы вы встали за пулеметы. Те будут слева от вас. Это будут пулеметы, установленные на окне с видом на пляж. Именно тогда игрок должен был понять, что вы находитесь на пляже Нормандии, с точки зрения немцев. И вам нужно палить по союзникам, а поверх всего этого шли титры. В конце концов, ближе к концу титров, когда темп становится слишком тяжелым и бойцов слишком много, они прорываются через пляж. И можно услышать стук в дверь бункера. Затем раздавался взрыв. Вы теряете сознание и оказываетесь лежать на полу. Американский отряд освещает бункер, а крутой американский солдат останавливается над вами, медленно направляет на вас пистолет и стреляет. Экран становится черным, титры оканчиваются. Хм, на самом деле это все еще звучит довольно круто. К сожалению, многие были против игры за немца. Даже несмотря на то, что в конце немцы были бы захвачены, а американцы все равно побеждали. То, что могло бы стать крутым кинематографическим и интерактивным финалом игры, так и не произошло. Прервем рассказ Джесси. Во-первых, человек, с которым он придумал эту идею, Джейсон Маккорд. Это тот самый разработчик, который потом перешел в Infinity Ward. Работать над Modern Warfare 2. И после над ним подшутили, добавив его фамилию в брифинге первой миссии. В качестве пропавшего бойца. И думаю, вы согласитесь, что задумка таких интерактивных титров довольно странная. Подобный уровень, во-первых, нарушал бы хронологическую целостность. Когда игра уже пройдена, враги повержены. Мы вдруг снова оказались бы в Нормандии. Во-вторых, куда же без этического аспекта. И необходимости палить по американцам в роли нациста. Неудивительно, что эта потенциально скандальная задумка была отброшена. Зато уже после разработчик Алехандро Рома реально создал такой уровень. Своё видение той идеи, которая его явно не отпустила. Создана карта была спустя год после выхода игры. И не просто так. Алехандро занимался инструментариями по созданию модов. И эта карта была создана как техническая демонстрация. Как именно фанаты при помощи выложенных инструментов могут создавать свои простые уровни. Так что да, всё это время у игроков был ещё один полуофициальный уровень для этой игры. В 2018-м, к десятилетию зомби-режима, на сайте Polygon вышла статья об его зарождении. И в этой статье ни слова про задумку уровня с игрой за немцев. Из-за чего выход статьи породил локальную драму. Нынешний состав Троярк некоторые обвинили в переписывании истории зомби-режима. И выбрасывании из этой истории неудобных подробностей. Из-за которых в наши дни всё ещё может начаться скандал. Также все мы помним, что скандальный уровень от лица вражеской стороны в итоге появился в Modern Warfare 2. Речь о No Russian. В общем, идея сделать такой необычный уровень тогда витала в воздухе. Только Трояркам это сделать не позволили, а в Infinity Ward всё получилось. И кстати, ещё в 2005-м в выпуске PC Gamer за май рассказывалось про Call of Duty 2, тогда ещё с римской 2 в названии. И в статье показан необычный скриншот из советской компании. Постановочный или нет, неизвестно. Но подписан он так. Infinity Ward не исключает появление четвёртой компании с точки зрения Германии. Неизвестно, то ли это и правда было написано на основе инфы от Infinity Ward. То ли это просто наброс от журналистов. В любом случае, примечательно. И довольно креативные разработчики и правда рассматривали разные идеи. Например, Тихоокеанскую компанию тоже впервые хотели показать ещё во второй Call of Duty. Но проект и так получался огромным. Поэтому от неё отказались. Подробнее смотрите вот в этом видео. Вернёмся к рассказу о World at War. Итак, идеи с интерактивными титрами отбросили. Но некий дополнительный контент для игры всё ещё нужно было создать. Читаем дальше. Позже, при работе над уровнем «Слабое сопротивление» были добавлены японские солдаты. Ошеломлённые и контуженные после ракетного удара. Эти ребята как бы спотыкались и каждый раз, когда кто-то видел эти анимации, они говорили, что эти ребята похожи на зомби. Так прошли месяцы. Потом приходит один из наших продюсеров, Дэн Бантинг. И говорит, мы хотим сделать дополнительный контент для игры. Что нам делать? А мне всё ещё нравилась идея из интерактивных титров. Что противник на меня наседает, и в итоге я не могу победить. Одна из вещей, которая является общей для большинства игроков в Дьюти, это ощущение, что вы непобедимы. Что когда что-то пойдёт не так, с вами всё равно всё будет в порядке. Думаю, что Infinity Ward проделали хорошую работу, изменив эту безопасность с помощью двух своих уровней. Это уровень, где вас ведут по улицам ближневосточного города. И в конце концов, один из антагонистов выстреливает героя в лицо. И уровень, где вы выживаете в результате ядерного взрыва. И в конечном счёте всё равно умираете. И плюсом, именно такие уровни сыграли решающую роль в сюжете. Так вот, я спросил Дэна, играл ли он когда-нибудь в игры типа Tower Defense. Он не играл. Поэтому я объяснил, что механика довольно проста. Враги прут, в конце каждого раунда вы используете накопленные очки для покупки различных предметов, способностей, которые помогут вам пережить следующий раунд. А потом повторяем, пока не погибнем. И мы довольно легко могли бы сделать такой же дополнительный контент. Тогда я ориентировался на Geometry Wars. Такая идея дополнительного контента была гениальна по двум причинам. Во-первых, игроки и правда получили бы довольно интересный дополнительный контент, который можно переигрывать раз за разом. А во-вторых, разработчики получают возможность тестировать новые идеи для проектов. Так и фанаты будут счастливы, и у нас появится прототип. Для другой игры. Через несколько часов после этого разговора с Дэном, я обратился к одному из наших дизайнеров, Шону Слейбеку, по поводу игр в жанре Tower Defense. И тогда он вспомнил игру под названием The Last Stand, которая была флэш-игрой. В ней вы играете за выжившего, против зомби, которые атакуют ваши баррикады. В общем, я сыграл несколько раундов, и меня осенило. Зомби-нацисты. Я подумал про себя. Ведь мы могли бы сделать многое из того же, но более интерактивно, более интенсивно, и ещё и от первого лица. Что если бы мы могли восстанавливать баррикады в реальном времени? Что если бы мы могли найти и купить оружие прямо на уровне? А ещё разблокировать новые области, чтобы менять нашу стратегию игры, и идущий поток врагов. К тому же мы могли сделать это в кооперативе. Да и зомби-анимация ошелоблённых японцев у нас тоже уже была. Вот и намечается простой прототип. Движок все эти идеи поддерживал. И я сразу увидел, как их можно реализовать. Немедленно я помчался в офис Дэна. А он сказал мне, что у нас недостаточно времени, чтобы всё это сделать. Для создания такого режима нужны новые ресурсы. К тому же это будет огромный риск. И режим вообще не соответствует теме игры. Да и вообще это будет слишком манерно. Однако, когда я начал предлагать эту идею другим разработчикам, им она, похоже, понравилась. Особенно тем ребятам, которые много играли в Farcraft и Starcraft. И много знали об играх Tower Defense. Уже позже я узнал, что Дэн нанял сценариста и программиста, чтобы те реализовали свою концепцию того, каким должен быть дополнительный контент в жанре Tower Defense. Их прототип назывался защита бункера. И использовал фрагменты уровня из сюжетной кампании. Игрок пробегал эти уровни, пока на нас волнами выходили враги. А в качестве мини-боссов мы встречали вражеского огнемётчика и нескольких собак. Но была проблема. В этом прототипе отсутствовали все основы хорошей игры в жанре Tower Defense. Тем не менее, каждую неделю всё больше работы уходило на работу над защитой бункера. А я продолжал твердить. Мы должны отказаться от этого и вместо этого заняться зомби-нацистами. Мне же отвечали одно и то же. Слишком рискованно, слишком много работы. Итак, через несколько месяцев я решил на выходных создать прототип зомби-снация. Да, уже потом слова в названии поменяли местами. Я взял одно из устрашающих на вид зданий из русской кампании. Облажил снаружи досками и сделал контрастное освещение. Сначала я просто использовал анимацию ошеломлённых парней для передвижения. И заставлял их рукопашным боем проходить через доски, чтобы попасть в здание. То есть специальных моделек зомби тогда ещё не было. У меня были двери, которые можно было купить, чтобы открыть. И это давало вам огнемёт. Был диван, который можно купить, чтобы попасть на лестницу. Оружие на стенах. Все основные элементы присутствовали. Это было грубо, но идея была донесена. Прервём рассказ Джесси Снайдера. По-моему, очень интересно, что первая карта Нахдерон Тоттен происходит в бункере. И Дэн делал свой дополнительный режим, как защиту бункера. Но вот Джесси создал первую зомби-карту на основе одного из зданий советской кампании. А ещё получается, какая-нибудь зомби-карта, которая тоже делается на основе разных карт и использует какой-то советский уровень, вполне может оказаться этаким ремейком прототипа Джесси. Читаем дальше. Я показал прототип нескольким людям. Первоначальная реакция оказалась намного лучше, чем я надеялся. Многие сразу увидели потенциал. Даже несмотря на временные заглушки. И ограниченную работу с геометрией и скриптами. Так что я понял, что добился успеха. Креативный директор Корки Лемкуль дал мне добро на продолжение работы над ним. Дэн, у которого были люди, работавшие над защитой бункера, хотел, чтобы его концепция и моя были в производстве одновременно. Однако, примерно через неделю защиту бункера пришлось отменить. Поскольку она просто не работала. И над ней всё равно работал только один программист. Остин Краус. К сожалению, меня и Остина попросили поработать над зомби в свободное время и по выходным. Поскольку мы уже и так были полностью заняты, работая над основной игрой. Так мы и поступили. Некоторые задуманные функции мы так и не успели сделать. Например, в прототипе планировалось иметь возможность покупать баррикады обратно. Но руки так и не дошли это сделать. Так что если вы их снесли, их не вернуть. На каком-то этапе Остин сделал так, что вы могли выкупить их все за один раз. Но потом переделал, чтобы они покупались по отдельности. Я понимал, что покупка баррикад это ключевая часть игрового процесса. Поэтому я рад, что он начал работать над этой частью на раннем этапе. Когда наш ведущий аниматор Джимми Зеленский наконец добрался до прототипа, его голова закружилась от волнения. Если вам нужна какая-нибудь анимация, просто дайте мне знать. Тогда у аниматоров скоро планировалась сессия мокапа. Поэтому Джимми записал на ней и несколько анимаций зомби. Одна из моих любимых частей саги о нацизомбис заключается в том, что по чистой случайности в тот день, когда произошел сеанс мокапа, один из актеров, которые у нас были на тот день, на самом деле играл зомби в Universal City Vogue. Так, по счастливой случайности, мы заполучили одного из лучших актеров. И наш прототип стал в миллион раз лучше. Один из художников, Кэмерон Пэтти, захотел принять участие и создал специальных персонажей. Он зомбировал персонажей эсэс из сингла, сделал им светящиеся глаза и так далее. Еще у нас была система отрыва конечностей из основной игры. Поэтому мы сделали специальные отрывы для зомби. Кроме того, скриптом случайным образом спаунились сгоревшие зомби, чтобы вы получили смесь обычных парней зомби и очень грязных гниющих на вид. В конце концов, мы добавили отрывание голов. Такой функции не было в основной игре. Ну потому что взрывы голов морских пехотинцев США оскорбили бы многих людей. Но я придумал, как можно сделать это скриптом для зомби. В итоге мы столкнулись с багом, который заключался в том, что зомби продолжали бегать, даже с отрубленной головой. И мы решили, что вообще это круто. И решили оставить эту фичу. Но конечно подправили ее, чтобы спустя несколько секунд безголовые зомби все-таки умирали. Примечание. Конечно, каждый из нас сталкивался с такими зомби в игре. И было не совсем понятно, баг это или фича. Вот оказывается это баг, который решили сделать фичей. Продолжаем. К этому времени я переместил прототип от небольшого дома в один из бункеров Тихоокеанской компании. Наш ведущий дизайнер мультиплеера Крис Дион исправил в нем кучу проблем с геометрией. И сделал его не таким отстойным. Прошло еще несколько недель. А мы с Остином все еще пытались собрать все воедино. По субботам и воскресеньям. Хотя мы работали более 12 часов. С понедельника по пятницу. И по выходным над основной игрой тоже работали. Я ненавижу кранчить, но мы были супер мотивированы работать над зомби. У меня была идея магической коробки. Это люди так ее стали называть. А я называл ее Mario Kart Box. И я думал о ней еще когда был прототип. Но тогда не успел ее сделать. И вот когда мы перенесли прототип на новую карту. Я начал создавать новые интерактивные объекты. Шкаф со снайперками. И коробка с сокровищем. Которую создал под впечатлением от Mario Kart. И поездки в Лас-Вегас. Я знал, чтобы игра оставалась интересной. В ней должен быть элемент случайности. Людям просто нравилось подходить к коробке. И смотреть какое же оружие они получат. Контуры мелом, где можно купить оружие, появились намного позже. Хотя оружие всегда можно было купить. Даже в раннем прототипе. С самого первого дня мне хотелось добавить рисунки мелом. Как в серии Hitman, где на стене вашего убежища есть очертания оружия. И по мере продвижения они начинают проявляться. Небольшое примечание. Лично я думал, что обводка мелом это отсылка на зловещих мертвецов. Но оказалось, что нет. Хотя Джесси, например, вообще не упоминает фильм. Ночи живых мертвецов. Хотя параллели с ним есть. И даже название уровня это название фильма на немецком. Да и вообще, учитывайте, что если бы о создании зомби-режима рассказывал другой разработчик. Его рассказ наверняка звучал бы где-то иначе. И может быть с упоминанием других источников вдохновения. Продолжаем. Как только наш ведущий художник Брайан Андерсон начал играть в зомби, он на скорую руку нарисовал контр-мелом. Переделал освещение и в целом сделал все красиво. Итак, в свободное время мы разработали потрясающий прототип. Хотя к тому времени он уже вышел за рамки прототипа. Однако эта штука все еще чертовски глючила. И все еще была несбалансированной. Так первый раунд длился примерно 30 зомби. И это было слишком медленно. Но тем временем у нас с Остином не было выходных уже несколько месяцев. Мы были на том этапе, когда больше не могли над этим работать. Поскольку основная игра требовала слишком много внимания. Было много таких моментов, в которые я был уверен, что все. Зомби собираются вырезать. Из-за нехватки рабочей силы. В какой-то момент Остина отозвали для тушения пожара в другом месте проекта. И я был уверен, что все кончено. К счастью, у руководства хватило здравого смысла поручить нашему ведущему сценаристу Майку Дэнни полностью посвятить себя работе над нацизомбис. Как это теперь официально называлось. По сути, это вернуло режим из мертвых. Майк исправил множество оставшихся проблем. И сильно отполировал функции. Например, диван после покупки просто исчезал. А Майку пришла идея сделать крутой эффект покупки. Мы часто собирались с нашим Джимми и другим аниматором Филиппом Лозану. И каждый вечер играли до чертиков. Одновременно балансируя режим на лету. Чтобы убедиться, что нацизомбис играются правильно. На раннем этапе вы могли легко достичь 35 уровня и выше. Мы хотели, чтобы 10 раунд был переломным моментом. А 20 точкой. В которой, если кто-то допустит ошибку, игра закончится. До запмишина оставалось неделя или две. Я был доволен игровым процессом. Но чего-то все еще не хватало. Бонусы. Мне настоятельно советовали не делать этого. Но я добавил 4 бонуса после безумного дня написания кода. Сначала я просто нахватал все модельки, которые мог найти. И которые были достаточно странными. Чтобы их можно было использовать в качестве моделек бонусов. Первоначально удвоителем очков был чайник. Мгновенным убийством была модель вороны. Максимум патронов использовал модельку крысы. А бомба была, ну, бомбой. Некоторые разрабы поначалу возненавидели то, что из зомби что-то выпадает. Они много играли в зомби и считали, что это лишило игру аспекта ужаса выживания. Но это не то, чего мы добивались. На самом деле самое интересное в зомбиях, это играть с друзьями и проверять. Как долго вы сможете продержаться? Хотя атмосфера несколько причудливая, игра не претендовала на звание серьезного хоррора на выживание. Это должно было быть аркадно и весело. Итак, в игре появились бонусы. И по всему офису вы могли услышать. Схватил птицу! О, чайник, удвоение очков! Это было потрясающее чувство. Фактически к этому моменту команда в основном занималась исправлением ошибок. Поэтому, куда бы вы ни пошли в офисе, вы видели людей, играющих в зомби. Вы могли слышать, как они кричат друг на друга, требуя возрождения. Говорили всякую чушь о том, до каких уровней они добрались. И какие стратегии они использовали, чтобы зайти так далеко. В общем, зомби были в центре внимания офиса. А особенно людям нравился лучевой пистолет. Рейган – это еще одна потрясающая полуслучайность. Идеально подходящая для зомби. Один из наших художников по оружию, Макс Портер, создал Рейган как забавный побочный проект для себя. Однажды он прошел мимо и сказал, «Эй, хочешь увидеть кое-что классное?» Это было очень на него не похоже. В общем, он подвел меня к своему столу и показал модель лучевой пушки от первого лица. Еще без анимаций. Поймите, по сути мы видим в игре только парней в оливково-серой одежде. Носящих МП-40, Томпсона, Гаранды. Так что эта пушка выглядела потрясающе. В общем, я понял, что нам нужны анимации, звуки и партиклы. Тогда я пошел к звукорежиссеру, руководителю по партиклам и аниматору. Они тоже прониклись. И когда все было готово, все вместе смотрелось просто идеально. Звезды снова сошлись. Тем временем Майк Дэнни все еще работал полный рабочий день над зомбиами. Например, он заставил зомби лишаться головы при мгновенном убийстве. Сделал так, чтобы при подборе ядерки враги загорались и расчленялись. И так далее. Наконец, один из разработчиков подарил новые блестящие золотые модели, которые вы видите сегодня. И они выглядят намного круче заглушек. Хотя, должен признаться, я скучаю по Воронье. Поставим этот рассказ на паузу. В нем не упоминается еще одна идея дополнительного контента. Пытаясь повторить удачные идеи своих коллег из Infinity Ward. И взяв на вооружение идею уровня с прущими врагами, которые в итоге побеждают. В какой-то из периодов разработки было решено сделать не финальный дополнительный уровень, как это было в четвертой колде, а вступительный. Уровень под названием Пролог заключался в том, что в роли американского бойца мы отстреливаемся от волн японцев, но те в конце концов побеждают. И в финальной катсцене героя убивают катаной. События на уровне. Первое. Офицер задает игроку фон и настроение. То есть сообщает, что у него заканчиваются боеприпасы. И он ожидает пополнения. Раздается шум. И разведчик отправляется проверить. Слышен глухой удар. Второе. Офицер несколько раз шепотом зовет разведчика. Затем запускает сигнальную ракету. Так обнаруживается первая волна японских войск. Это момент неожиданности. И поэтому американцы наносят японцам некоторый урон. Обе стороны несут потери. Третье. Когда ряды японцев немного редеют, в бой вступают вторая и третья волны, возглавляемые двумя офицерами с катанами. У игрока либо заканчиваются боеприпасы, либо истекает таймер. И он получает предупреждение о том, что за его спиной кто-то есть. Или мы дергаем камеру, чтобы она посмотрела на нападающего. Или мы увидим лезвие и брызги крови. Будто игрока обезглавили сзади. Затем камера разворачивается и показывает как офицер. Поворачивается и смотрит на приближающиеся фигуры в темноте. Экран темнеет. И еще наверное такое лого Call of Duty World at War появлялось бы. Но это уже мои додумки. Это жесткое начало игры настраивало бы игрока на мрачный тон повествования. И этот уровень как раз совмещает в себе описанные до этого идеи дополнительного контента. В итоге роль мрачного вступления выполняет сцена с пытками плененных бойцов. Кстати то, что такая начальная миссия была отменена очень характерно. Вообще для организации процесса по созданию Call of Duty. Дело в том, что начальные миссии обычно делают в конце разработки. К примеру разработчик Ghosts. Который повторно использовал в первой миссии анимацию поднятия Соупа. Из концовки MV2 рассказал, что по сюжету. Отец семейства просто сидел в грузовике. И кричал нам полезать в него. Этому разработчику показалось странным, что отцу наплевать на сына. И поэтому он решил доработать цену. Чтобы отец выходил из машины и помогал. Но разработчику ответили, что записать новые анимации уже не удастся. Потому что создание начальной миссии завершали в самом конце. Ведь начинать работу принято с других уровней и середины. И поэтому разработчик был вынужден взять готовую анимацию из MV2. Причем затемнение экрана добавили неспроста. В отличии от ровной местности в финале MV2. В Ghosts есть небольшое возвышение. По которому пришлось бы поднимать героя. И к чему анимация не подходила. И поэтому затемнение маскирует. Телепортирование персонажей в этот момент. А еще при создании Modern Warfare 2. Начинали тоже не с первого уровня. А с уровня Скалолаз. В общем, вот такой подход к разработке. Начинают с середины игры, чтобы успеть проработать. Самую важную, основную часть. Возвращаемся к рассказу Джесси Снайдера о зарождении зомби-режима. Итак, весь офис соревновался. Все вокруг кричали, что кто-то получил бомбу на уровне 16. Или максимальный боезапас. Что у кого-то заканчиваются патроны для лучевого пистолета. Это был отличный способ скоротать время в ожидании работы с багами или записи диска. По электронной почте начали рассылаться скриншоты экрана, текущего лидера рейтинга. То есть образовалась соревновательная рассылка. В результате один из наших программистов подключил таблицы лидеров. Тогда же мы создали ползающих зомби без ног, а Дэнни продолжал дорабатывать шероховатости. Не могу не подчеркнуть, насколько круче стали зомби, когда он начал над ними работать. Так до самого конца мы находили небольшие уязвимости. Например, люди начали намеренно умирать, чтобы получить полный боезапас. Так игроки сидели внизу какой-то лестницы, стреляли под ноги из лучевого пистолета, возрождались и повторяли действия. Тактика была чертовски дрянной, но я рад, что люди начали её использовать. И мы смогли исправить эту проблему до того, как она выйдет за дверь. Вот и всё. Простой дизайн с классной темой. Много удачи, энтузиазма и упорной работы. Разных людей, которые изо всех сил старались попробовать что-то новое. Конечно, мы не реализовали всё, что хотели. Но я совершенно уверен, что в ближайшие месяцы зомби будет больше. Я действительно очень доволен тем, какими оказались зомби. Учитывая все обстоятельства. Конец рассказа Джесси. Ах да, фраза про ближайшие месяцы это чистая правда. Потому что весь этот рассказ был выложен на сайте Джесси Снайдера 11 ноября 2008. Сразу после релиза World at War. Игроки ещё даже толком не успели его попробовать. И полюбить. А такой потрясающий рассказ со всеми подробностями, по горячим следам, уже тогда появился в сети. Конечно, Джесси не стал особо расписывать те вещи, которые не дошли до релиза. Видимо, ожидая, что они могут вернуться в DLC. А на самом деле, таких идей было много. И в DLC они не вернулись. И в игре появились перки, ловушки, адские гончие и так далее. Ну а какие же идеи рассматривались во время рождения режима? Так уже в наше время Джесси подтвердил, что планировалась возможность играть за зомби. Но её просто не успели доделать. Чему Джесси только рад. Потому что видел суть режима в сотрудничестве игроков, а не соперничестве. В файлах даже сохранились руки зомби от первого лица. И если вы фанат зомби, то конечно же помните. Секретное оружие мозги. И это не какая-то пасхалка, а именно остаток от возможности самому стать зомби. И атаковать своих напарников. И конечно не секрет, что спустя 4 года, эту фичу вернули в зомби режиме Black Ops 2. В специальном режиме. Который впрочем, популярностью не пользовался. Также в комьюнити гуляла версия, что Brains это оружие прописанное нашим врагам зомби. Я тоже так думал. Однако это не так. В файлах зомбиам вообще прописан Car98. Ну просто как стандартное значение, какая-то заглушка. Конечно зомби его не используют. И атакуют только ближней атакой. После такого огромного успеха, Джесси Снайдер ушел из Троярк. Связано это было с тем, что отчим его жены погиб во Вьетнаме. А Black Ops 1 хотели делать. Именно про Вьетнам. Тогда Джесси оказался в неловкой ситуации. Причем не первый раз. У меня уже были некоторые неприятные разговоры. Даже когда я работал над играми о Второй Мировой. Где дед моей жены воевал в Бастоне. А я работал над уровнем Бастонь. И поэтому он спрашивал меня об этом. Я чувствовал, что попал в ловушку. И мне стало очень неловко и плохо. Это выглядело на то, что я зарабатываю деньги для компании на вещах, которые сделали эти люди. Вот это ситуация, конечно. После этого Джесси перешел в 343 Industries. И работал над Halo 4. Но тень успеха все еще висела над ним. В компании на него реагировали, как на того самого зомби парня. И ожидали, что он сделает зомби еще раз. И в целом ожидали, что делаться новый проект будет по лекалам Call of Duty. Вернемся к уже упомянутому инструментарию по созданию модов. Как в файлах основной игры, так и в этом инструментарии были обнаружены самые разные следы времен прототипирования зомбий. В принципе, ранее в своих видео я о них упоминал. Был создан прототип режима Payload, в котором мы сопровождали транспорт, пока на нас нападали зомби. Вот сейчас на экране вы видите восстановленный вариант этого режима. В качестве транспорта была использована моделька трактора. Ну а так там была заглушка. В случае проигрыша на экране выводился текст. Миссия провалена. Вы убили недостаточно зомби. Забавно, что эскорты миссии в зомбях и правда появились в новом поколении Call of Duty. В том же Cold War и МВ-3 Палки. Также, будь у разработчиков больше времени, они смогли бы отшлифовать больше прототипов. До релиза добрался только бункер. Но кроме него зомби тестировались на карте Макин. На которой происходят события первого уровня компании. Хотя вспоминаем, что авторы одну карту и то еле успели сделать. Так что скорее всего у каких-то наработок не было шанса выйти пораньше. Ну а наработки по уровню Макин, очевидно, в дальнейшем превратились в карту Синонума. А еще сохранились упоминания. Карт Ферма и Фермхаус. И у меня такое ощущение, что это два названия одного уровня. И мне кажется, это тот самый первый прототип. В неком здании из советской компании. В любом случае, в дальнейшем при создании World at War, мысли разработчиков ушли в другую сторону. Стали разрабатываться другие карты, на которых была уже своя врезня. Подробнее о ней смотрите в моих роликах в плейлисте. Вот такой рассказ о создании легендарного зомби-режима World at War. Положившего начало длинной истории. А началось все, как это часто бывает, с чего-то энтузиазма и бессонных ночей. Кто бы мог подумать, что анимация контуженных японцев, игры жанра Tower Defense и желание руководства взять пример с Infinity Ward сложатся в такой идеальный пазл. А самое главное, по этому рассказу чувствуется, что старые Call of Duty были так хороши, потому что их делали энтузиасты. Люди, которые сами были заядлыми геймерами. И делали то, во что сами же потом с упоением играли. А теперь посмотрите на современные части серии, собираемые из множества реюзов и работ самых разных аутсорсеров. Все это побыстрее объединяется вместе, и сложно представить, чтобы авторы с упоением играли бы в свои творения. На этом данное видео подходит к концу. Большое спасибо всем, кто оказывал помощь в его создании. Если вам было интересно, то загляните в плейлист, где собраны многие другие мои обзоры зомби-режима Call of Duty. А с вами был Ванделей. Все тайное станет явным.